Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эти разговоры, эти намёки Дим, ну что я такого сказала? Хватит на меня давить Я тебе сказал, будут дети Не сейчас, а попозже Куда торопиться? Дим, ты в последнее время такой нервный стал Слова тебе не скажи Прости Этот контракт с немцами Совсем вымотал Но сегодня же все решится Я уверена, они выберут тебя Хорошо бы Как там мама? Мама вчера целый день лежала, не вставала Но сегодня обязательно измерю ей давление Ну ладно, звони, если что А, подожди! Дима! 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 Дим, я с тобой посоветоваться хотела Ленка, ну, моя однокурсница У неё своё дизайнерское бюро есть И что? Ну, она мне работу предлагает Говорит, не всё же как лучше дома сидеть Надо карьеру делать Дура твоя, Ленка! Женщина должна домом заниматься Надёжный тыл мужа обеспечивать А? Вот как ты! А не бизнесменшую себя корчить Ну, так грустно дома сидеть Были бы у нас дети Опять 25? Мы же закрыли эту тему Да Да, Олег Олег, давай срочно в офис Нужно кое-что обсудить Ага Всё, я уехал Пока Пока Что это? Кофе, как ты любишь Я просил, не называть меня на ты А тут же никого нет Извиняюсь, как вы любите Я не хочу никакого кофе, спасибо И вот этого всего тоже Я же просил Чего ты добиваешься? А ты что, не понимаешь, что ли? Хорошо Придётся объяснить ещё раз Да, у нас было Один раз Бес попутал Признаю Но ты же понимаешь, что Никакого продолжения быть не может И не будет Просто я тебе Я вам Хотела кое-что сказать Говори быстро У меня, правда, времени нет Вот так вот дел И прошу, пожалуйста Вот только вот Без всяких этих твоих штучек Ладно? Ага Говори А я ничего не хочу сказать Чего ж теперь? Доброе утро, пан директор Привет, Олег Как настроение перед боем? А сам как думаешь У конкурента сильные позиции Немцы же наверняка его выберут Ну, это мы ещё посмотрим Я кое-что предпринял, чтобы вывести его из боя Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич Привет Нужно быть на шаг впереди него Ага Если узнать, какие козыри Толмачёв приготовил Ну, там смета, проект, концепция Ну, наверняка лучше, чем у нас Мы сделаем ход конём Да Мы предложим немцам то же самое Но на более выгодных условиях Подожди, ты серьёзно на это рассчитываешь? А что? Немцы народ экономный Вот на этом и сыграем Легко говорить А как ты узнаешь, что Толмачёв вам приготовил? Вот Есть у меня человечек Между прочим Очень симпатичный человечек В бухгалтерию отнеси, пожалуйста Давай, давай Да, Дима Привет, малыш Как дела? Я боюсь, ничего не получится Ты же обещала Я ничего не обещала Я сказала, если у меня будет возможность Все документы по проекту у шефа в кабинете А он там сидит, как приклеенный Ёль, ты понимаешь, что от тебя зависит моя судьба? Хорошо, я постараюсь Но я ничего не обещаю Юля Да, Игорь Владимирович А где договор с поставщиками? Я же просил принести Юристы сказали, что еще не готов, Игорь Владимирович Я могу сходить, Игорь Владимирович Не надо никуда ходить Я сам принесу Ну что ж, вы сами виноваты, Игорь Владимирович Верочка, помоги мне, пожалуйста Галина Петровна, ну зачем вы встали? Так, ну давайте Мне уже получше Пойду прогуляюсь Так, красавица Да уж А что это у тебя такое? Это? Ага Да так, чтобы навыки не терять Здорово, у тебя получается Ну не зря же я на дизайнера училась Вот детишкам было бы привольно в такой комнате Только вряд ли я дождусь Внуков-то Галина Петровна, давайте я вам давление померю Раз уж вы собрались гулять Говорила я с Димой тысячу раз Не хочет он пока детей А ты б не спрашивала его А взяла б и забеременела Мало ли всяких женских хитростей Галина Петровна Я хочу, чтобы ребенок был желанным Чтобы все без обмана Вот зря ты меня не слушаешь Ну куда тянуть-то, Верочка? Ну ладно, попытаюсь еще раз с ним поговорить Господа, предлагаю отметить подписание контракта Мы тоже очень рады, но нам надо лететь в Мюнхен, у нас самолет Ну что ж, счастливого полета Всего доброго Всего доброго До свидания Не расстраивайся, конкурент Все иногда проигрывают Слушай, а здорово мы все-таки ему нос утерли, да? Ну да, а ты говорил, не получится, не получится Давай в кабак Есть повод Сейчас за Юлькой заедем, а то если бы не она, не видать нам этого контракта Подожди, 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 это что, пассия твоя очередная, что ли? Ну, Дим, слушай, я тебя не понимаю, честное слово У тебя же жена такая Ага, а я давно заметил, что тебе моя жена нравится Хороший у меня вкус, да? Юлька увидишь, вообще обалдеешь Слушай, ты угомонишься когда-нибудь? Да ладно, ладно, ты мой заместитель, а? Или полиция нравов? Айда, делай ты, что хочешь Вот именно Ты мне лучше скажи, что за ерунда у нас в последнее время происходит В смысле? Ну, в смысле, я тут поднял финансовые отчеты За предыдущий квартал Ты ничего не заметил? А в чем дело, собственно? Ну, тут два варианта Или бухгалтерия что-то мутит Или Что или? Вообще-то ты у нас этими вопросами занимаешься Вот и скажи мне Так, подожди секундочку, ты что, меня в этом подозреваешь? Ладно, завтра сядем и разберемся А сегодня? Сегодня отдыхать, а? Друзья мои, минуточку внимания Нам было непросто Но мы это сделали Поэтому, ребят, я предлагаю выпить За Юленьку Если бы не ты, не видать нам этого контракта Ну, что не делаешь для любимого мужчины? Ну Вы тут продолжайте А я, наверное, пойду уже Олег, погоди, куда ты торопишься? Ну, посиди, расслабься Ну, пускай идет Ну, да я смотрю, тебе уже есть с кем расслабляться Ну, в общем, до завтрака Пока Ну, мы вдвоем хорошо, да? Расскажи лучше, как все прошло Ты бы видел рожу своего шефа, когда он узнал, что у него контракт прямо из-под носа увели Ты с ним поосторожней, Толмачев не из тех, кто такой прощает Да мне по барабану Главное, чтобы он не догадался, кто его след Угу Ну, извини Да, дорогая Контракт подписали Спасибо Ну, я скоро уже буду дома А, да, давай, люблю, целую Ага Юль Юль Ну, что Юль, да, дорогая, люблю, целую Юля, ну, ты же знаешь, что я жена Ну, ну, да Ну Ну, ну, прости, ну, иди сюда, ну, иди сюда Ну Юль, ну, ты что делаешь, снимаешь, что ли? Ну, прекрати А у меня к тебе важный разговор Я очень хочу сохранить его для потомков Здравствуйте, потомки Ну, что за разговор? Давай, говори А я беременна Потомки, мы не знали, что от этого случаются дети Останови, пожалуйста, я выйти хочу Ты что, глухой, что ли? Я сказала, я выйти хочу Юль, я как-то не планировал детей Ну, погоди Убери А я тоже снимаю Историю для потомков Хочу, чтобы они увидели, как ты злишься Я не отказываюсь от ребенка Мы что-нибудь придумаем О чем придумаем? Ну, мы же взрослые люди Куда ты едешь? Куда ты, на стороне, смотри Е-мое Алло, алло, скорая Да, здесь авария 17-й километр Озерского шоссе Да, срочно приезжайте Галина Петровна, ну полежали бы Я сама Еще належусь А сегодня будем праздновать Димин успех Салат забыла Ай-яй-яй Алло Еремина Вера Николаевна? Да, я Еремина Дмитрий Сергеевич Еремин, ваш муж? Дмитрий Сергеевич, мой муж Час назад он погиб в ДТП И может быть, это не он Димин любимый Он его с детства обожает Что такое? Галина Петровна Если что-то нужно будет, вы дайте знать Хорошо, в любое время, я все, что смогу Позвоните только, хорошо? Спасибо вам, Олег Вы такую трогательную речь произнесли у гроба Я даже не ожидала Ну, что тут удивительного Дмитрий был моим другом С друзьями так не поступают Он ведь догадывался о многом Если б не эта авария Что ты несешь? Нашла место и время Вера, извини, можно тебя на минуточку? Вот, позволь тебе представить Это наш бухгалтер Светлана Борисовна Примите мои искренние соболезнования Спасибо Спасибо Держитесь Олег Скажи, пожалуйста А девушка, которая во время аварии в машине была Которая сейчас в больнице Она кто? Я понятия не имею, кто она В ферме она не работает Ну, не могла же она просто так В машине оказаться Вы же были с Димой друзьями Ты должен знать Вер, я... Да я правда не знаю, кто она Ну, может он подвозил ее куда-нибудь Ну, не бомбила же он какой-то Ну, да Ты что-то скрываешь от меня себе? Вер, там, по-моему, Галине Петровне плохо Галина Петровна Галина Петровна Галина Петровна Подождите сейчас, таблетки Вер, может я чем помогу? Нет, нет, не надо Сейчас, дорогая, сейчас Верочка, ты не уходи, пожалуйста Я посижу, постарайтесь уснуть Я не об этом У меня кроме тебя никого Ты уж не бросай меня Конечно Конечно, моя дорогая Знаете Как-то раз Я даже не знаю, с чего разговор зашел Дима сказал Если со мной что-то случится Ты позабудься о маме Да Он был очень заботливым сыном И замечательным мужем Закрывайте глазки Спасибо тебе Субтитры сделал DimaTorzok 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 Алисинька, сделай мне кофе, пожалуйста. Алисинька, сделай мне кофе, пожалуйста. О, ну ты ведь стала хозяйкой фирмы, надо подъехать, подписать кое-какие бумаги. Ты подъедь в офис на днях, подпиши, а? Вера. Олег, прости. Да, я понимаю. Ладно, как там Галина Петровна? Галина Петровна? Да как, как? Лежит. Не выходит из комнаты, говорит, жить не хочу. Слушай, если моя помощь нужна, так ты скажи. Да какая тут помощь? Хотя… Так, ну говори. Олег, мне кажется, эта авария не случайность. Почему ты так думаешь? У вас с Димой был конкурент. Как его зовут? Ну, Толмачев. Толмачев. В день, когда Дима заключил контракт с немцами, он попал в аварию. На этот контракт рассчитывал Толмачев, правильно? Ну и что, я не понимаю. Да что, что, что непонятного? Это Толмачев подстроил аварию, понимаешь, Толмачев? Ты же хотел помогать, помогай, давай сообщим в полицию. Вера, Верочка, я понимаю, что тебе сейчас тяжело, и ты готова обвинить весь свет в смерти мужа. Но я тебе уверяю, ты ошибаешься. Да тебе просто наплевать. Тебе наплевать, ты не хочешь связываться. Дима считал тебя своим другом. Вера, успокойся. Я тебя прошу, уходи. Нам твоя помощь не нужна. Не хотела тебе говорить. Ну ладно, так, по крайней мере, ты не будешь изводить себя всякими домыслами. Вот. Что это? Это Димкин. На нем сохранилась запись, сделанная непосредственно перед аварией. Вот. Я согнал на флешку, поэтому показывай, где у тебя компьютер. Разговор. Я хочу сохранить его для потомков. Здравствуйте, потомки! Ну давай, говори. А я беременна. Потомки, мы не знали, что от этого случаются дети. Останови, пожалуйста, я хочу выйти. Ты что, выходишь, что ли? Я сказала, я выйти хочу. Останови машину. Юль, я как бы не планировал детей. Ну, погоди. Убери. А я тоже снимаю. Историю для потомков. Хочу, чтобы они увидели, как ты злишься. Я не отказываюсь от ребенка. И мы что-нибудь обязательно придумаем. О чем придумаем? Ну, мы же взрослые люди. Куда ты едешь? Куда ты на дорогу? Смотри! Черт! Ну, теперь ты видишь, что Дима действительно не справился с управлением. Отдай мне это видео. Да, конечно, конечно. Возьми, вот. Вера. Олег. Оставь меня одну. Да. Вера. Ты Галине Петровне не показывай это, ладно? Ну, ни к чему ей это сейчас. Я… Я… Зачем ты так со мной, Дима? Зачем ты так со мной, Дима? Зачем ты так со мной, Дима? Дима тебя очень любил. Да и ты сама об этом знаешь. Я знаю. Я пойду вам уколы принесу. Не надо. Не надо. Уколы эти и таблетки тоже. Не надо. Ну, врач же сказал, Галина Петровна. Зачем все это? Жить надо для кого-то. Я для сына жила. Думала, для внуков еще поживу. А теперь… Какой смысл? Нельзя так говорить. Я тут подарок тебе приготовила. Думала, внучке подарю. А теперь уж не будет ни внуков, ни внучки. Единственное, о чем Бог опрошу, это… Скорее помереть. Это тебе. Какие красивые. Я не могу взять. Почему? Ну, бери. Не обижай меня, Верочка. Будешь носить и меня вспоминать, когда помру. Вы выздоровеете. У вас все будет хорошо. У вас еще будет внук или внучка. Верочка. Ты что же? Ну-ка, посмотри на меня. Посмотри. Ты беременна. Господи, счастье-то какое. Дай-ка я тебя обниму. Ну, что ж ты плачешь, дорогая ты моя? Вы меня неправильно поняли. А как же тебя понимать? У вас еще будет внук или внучка. У Димы. У него была другая женщина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Галина Петровна, ну куда вы? Вы вчера еле передвигались. Я позвонила Олегу, он мне все рассказал. Он сказал, в какой больнице находится та девушка. А вы к ней едете? Верочка, ты прости меня, я, конечно, понимаю, как тебе больно и тяжело, но ты поставь и себя на мое место. Этот ребенок, кровиночка моего сына, единственная ниточка, которая нас связывает. Я понимаю, я думаю, мне лучше уйти. Зачем? У вас теперь будет внук или внучка, и эта девушка, это ваш дом, а я вам никто. Да как тебе в голову такое пришло, никто? Я ведь знаю, как ты любила Диму. Конечно, этот дом построил мой муж, царство ему небесное. Но ты за это время стала мне как дочь. Ой. Галина Петровна, не волнуйтесь, где таблетки? Здесь. Садитесь. Эта девушка, она просто мать моего внука. Еще неизвестно, как сложатся с ней отношения. Ну, конечно, если тебе тяжело со мной, плохо, то... Ну, что вы говорите? Вы же знаете мое отношение к вам. Тогда закончим этот разговор. Все, я пошла. Галина Петровна, ну куда вы собрались? Ну, вы еле передвигаетесь. Автобусы ходят редко, может быть, в другой раз? Нет. Раз я решила, я поеду. Все. Господи, ну что мне с вами делать? Ну, подождите, сейчас я переоденусь и отвезу вас. Ой, Господи. Для такой аварии она, можно сказать, легко отделалась. Травма руки, сотрясение. Ну, и по мелочи, ссадины, ушибы. Ее положение это очень опасно. Мы сделали все, чтобы ребенок не пострадал. А вы подскажите, кто ей приходит? Я? А я будущая бабушка. Что ж вы бабушка? Только сейчас навестить решили. Девушка у нас уже две недели. А в ее положении внимания нужно, положительные эмоции. Ну... Вот, девятая палата, Крылова Юля здесь. Если что, обращайтесь. Да, я, конечно. Галина Петровна, я вас там подожду. Спасибо тебе. Я без тебя не добралась бы. Здравствуйте. Я к Юлии Крыловой. А она на перевязку пошла. Вы присаживайтесь, подождите. Спасибо. Этот доктор некрасивый. Прошлый доктор был симпатичный. Я догоню. Давай. А я Юля. А вы, наверное, жена Димы? Откуда вы знаете? В кабинете у него портрет ваш видела. Чё, не могла подождать, пока я из больницы выйду? Скандальность пришла, да? Даже в мыслях не было. А что тебе здесь надо тогда? Скажите, Галине Петровне, что я в машине подожду. Какой Галине Петровне? Алло, да, Олег. Здравствуй, это я. Ты извини, пожалуйста, что я вот так тебя беспокою, но я насчет документов. Их же надо подписать. Ты же владельца фермы. Это формально, а на деле ты же знаешь, я в этом не разбираюсь. Да я тебе все объясню. Ну, хочешь, я домой привезу к тебе их? Ну, ладно, давай завтра. Хорошо, договорились. Ну, вот и все. Я же тебе говорил, оно подпишет даже не глядя. Так что делай, как я сказал. Ну, учтите, что рано или поздно это может открыться. Так если ты будешь помалкивать и делать, как я говорю, все будет в порядке. Свободно. Когда погиб мой сын, я думала, все кончено. Но вы вернули меня с того света. У меня появился смысл жизни. Спасибо вам, деточка. Вы не представляете, вы не представляете, как я вам благодарна. Мне кажется, вам не надо больше приходить. А почему? А почему? Я ведь теперь не чужая. У вас будет ребенок от моего сына, мой внук. Никакого внука не будет. А почему? Мне кажется, я вообще не обязана с вами это обсуждать. Я решила сделать аборт. Да что вы, даже думать не смеете. Нормально. А как это? Растить ребенка одной. На какие шиши я буду его поднимать? У меня ни денег, ни нормальной работы нет. Я вам помогу. Вы не думайте, у меня есть сбережения. Дима никогда не шалел для меня денег. Димы больше нет. А ваших сбережений надолго не хватит. Вы уж извините, пожалуйста, что я так откровенна. Я просто ребенок, это не игрушки. Я все понимаю. Мы что-нибудь придумаем. Мы найдем вам работу. Ну вот хотя бы в фирме Димы. А фирмой, я насколько понимаю, сейчас будет руководить его жена. Вера прекрасный человек. Я поговорю с ней. Ага. Видела я только что этого прекрасного человека. Представляю, как она меня ненавидит. Короче, ребенка не будет. Разговор окончен. До свидос, бабуля. Галина Петровна, ну я же вам говорила, не надо было вам ходить. Верочка. Вы себя плохо чувствуете. Верочка, помоги. Только от тебя все зависит. Она хочет избавиться от ребенка. Галина Петровна, ну я-то что могу сделать? Поговори с ней. Я прошу тебя, ее надо как-то убедить, что мы не бросим ее. Что мы будем помогать. Галина Петровна, то есть вы просите меня, чтобы я уговаривала любовницу собственного мужа? Галина Петровна, ну я не знаю, что делать. Я тебя очень прошу. Ну ты же добрая, ты умная, ты хорошая. Галина Петровна, я вас понимаю, но вы тоже поймите меня. Я не святая, я обычная женщина, которую предал муж. И у которой тоже, между прочим, есть чувства. Прости меня. Конечно, ты не должна этого делать. Я хочу сохранить его для потомков. Здравствуйте, потомки. Что за разговор? Ну давай, говори. А, я беременна. Потомки, мы не знали, что от этого случаются дети. Останови, пожалуйста, я хочу выйти. Ты что, уходишь, что ли? Я сказала, я выйти хочу. Ты что, останови машину. Тюль, я как бы не планировал детей. Ну, погоди. Убери я. А я тоже снимаю. Историю для потомков. Хочу, чтобы они увидели, как ты злишься. Я не отказываюсь от ребенка. И мы что-нибудь обязательно придумаем. О чем придумаем? Ну, мы же взрослые люди. Куда ты едешь? Куда? Я в ней Диму крестила. Я в ней Диму крестила. Тогда это запрещали. Так я тайно. Рубашечку сохранила. Думала, что пригодится. Я поговорю с ней завтра. После смерти Дмитрия Галина Петровна наследует часть компании и сможет помогать вашему ребенку. Ну, какое великодушие. Может, и ноги бросится благодарить. Я стараюсь ради Галины Петровны. Вот ее и благодарите. Угу. То есть он будет жить на подачке бабульки. А если Галина Петровна умрет, тогда что? Давайте откровенно. Чего вы добиваетесь? А мне нужны гарантии, что мой ребенок не останется без копейки. Иначе я рожать не буду. Вот так Галине Петровне передайте. Каких именно гарантий вы хотите? А таких же, как ты, девонька, если бы соизволила родить наследника. То есть вы хотите, чтобы ваш ребенок унаследовал часть компании? А по-моему, это справедливо. Если Галина Петровна действительно волнуется за будущее внука, пускай она отдаст ему свою долю. Но пока ребенок маленький, эту долю буду управлять я, конечно же, в интересах ребенка. Хорошо, я поговорю с Галиной Петровной. Пускай она принимает решение. Пускай она его побыстрее принимает. Так, вот здесь. Подпиши, пожалуйста. Я не верю. Неужели Галина Петровна согласилась на ее условия? Ты же понимаешь, что для Галины Петровны внук теперь это самое главное. Да, да, да. А что это? Да, это платежка для поставщиков формальных. Просто подпиши. Зачем ты вообще рассказывала ей про эту юлю? Подумаешь, очередная девка. Надо было просто плюнуть и забыть. Как очередная? У Димы что, были еще? Прости, вот здесь. Подпиши, пожалуйста. Олег. Ну, были. Были. Ты извини меня, я просто не хотел говорить тебе, расстраивать не хотел. Так, где? Да, вот здесь. Ну, дернул же меня, черт. Зачем я тебе вообще это все рассказывал? Все, хватит об этом. Ты вообще здесь ни при чем. Давай лучше подумаем, что нам делать с этой Юлей. Смотри, в любом случае Галина Петровна сможет отдать свою долю наследства только через полгода. Мы ее за эти полгода переубедим, отговорим. И она передумает, все. Она не передумает. Мы должны отдать часть фирмы прямо сейчас. Да ну, как бы прямо сейчас. Иначе Юлечка не станет рожать. Вер, так это же бред. Ты что, не понимаешь? Нет, это ясно, что у вас сейчас горе с Галиной Петровной, и вы просто не отдаете отчет в своих действиях. Но по какому праву, объясни мне, какая-то девка получит половину фирмы? Так хочет Галина Петровна. Класс. А вы с Галиной Петровной не понимаете, что эта Юля вами манипулирует? Я все понимаю, Олег. Я все понимаю. Но я не хочу опускаться до ее уровня. Ты пойми. У меня и так ощущение, что всю мою жизнь вывалили в грязи. Да. Прости. Прости. Ладно, сам поговорю с этой Юлей. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Юля, можно тебя на секундочку? Какие люди! Так, слушай сюда. Если ты не прекратишь трепать нервы Галине Петровне и Вере, ты об этом очень сильно пожалеешь. Запомни это. Да пошел ты. Так и еще запомни. Что? Тебе никто ничего не должен. Ишь, ты разинула народ на фирму. А, ты, наверное, сам ее к рукам прибрать хочешь, да? Что? А мне Дима про тебя рассказывал, как ты деньги у него тырешь. Думаешь, он не замечал? Так, ну-ка, заткнись. И как ты слюни пускаешь, на его жену тоже рассказывал. Ты, наверное, радуешься, что его не стало, правда? Да я тебя за эти слова. Ну, удай. А что здесь происходит? Да я сестренку навестил. Приболела. Да. Галине Петровна, это Юля. Да, Юленька, я рада слышать тебя. Угу. Ко мне сейчас один человек приходил и угрожал. Какой человек? Олег. Ну, его, видимо, Вера подослала. Так вот, мне такие проблемы не нужны. Я обещала подумать, пока вы там будете принимать решение, но, раз так, забудьте о нашем уговоре. Юля, подожди, я, я ничего не поняла. Юля, деточка, ребенка не будет. И не надо мне больше звонить. А если она и правда не позвонит? Ой. Вера! 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 Ой! Вера! Что такое? Зачем ты это сделала? Что? Ты хочешь лишить меня внука, Вера! Да кто вам такое сказал? Она! Ой! Юля, она, ой, Юля, она решила сделать аборт. Ой! Галина Петровна, успокойтесь. Это она звонила, понятно. Галина Петровна, мы выполним все ее условия. Сейчас, секундочку. Алло, скорая? Тихо. Пожалуйста, ознакомьтесь и подпишите. Договор в двух экземплярах. – Тут? – Тут. Хорошо. И здесь. – Все? – Все. Теперь вы вместе с Верой Николаевной – компаньоны. Отлично. Ну что ж. Итак, я хотела бы начать с кадрового вопроса. – Я жмею, правда? – Разумеется. – Угу. – Ты уволен. Чего? Я не понимаю, а чего ты стоишь сейчас, а? Давай иди ищи новое место. Олег никуда не пойдет. Так, а почему это он никуда не пойдет? Потому что вы должны принимать решение совместно с Верой Николаевной, как компаньоны. – Да ладно? – Да. Что-то какая-то ерунда, по-моему, получается. Пожалуйста, здесь об этом все сказано. В юридическую силу документы вступают только тогда, когда они подписаны вами обеими. Я почитаю обязательно все. И, пожалуйста, принесите завтра трудовую книжку, чтобы мы могли вас правильно оформить. Обязательно. Угу. – Ну чё, видала? – Да. Учись, студентка. Поздравляю. Отмечать будем? Да. Но не сегодня. Надо еще в одно место заехать, к бывшему шефу. – Соскучилась, что ли? – Ужасно. Поехали, поехали. Ну что, подруга, подсидела меня? Какие люди? Шеф у себя. А ты лучше на глаза ему не попадайся. Почему? А то сама не догадываешься. Ты же слила информацию к конкурентам по немецкому проекту. Ну, знаешь ли, это еще доказать надо. Ой, да ладно. Все же понимают, что ты не случайно оказалась в автомобиле Дмитрия Еремина. У нас только и говорят, что об этой аварии. А шеф что? Как имя твое услышит, зеленеет от злости. Ой, Игорь Владимирович. Здравствуйте, Игорь Владимирович, здрасте. О, привет, мамонты, я скучала. Вы уволены. Надеюсь, вам не надо объяснять, почему. Не-не-не, не надо себя утруждать. Ну что вы, я получше место нашла. За трудовой заехала. Вам тогда вводил кадров к Вере Витальевне. Ага. Что-то еще? Могли бы повежливее быть, Игорь Владимирович. Я ж теперь ваш главный конкурент. Надо же. Да. Я теперь совладелица фирмы. Ну, той самой, что недавно увела у вас проект. Немецкий. Какой же удивительно быстрый карьерный рост. Да. А вот кто-то не оценил меня по достоинству. Ну, почему же? Я сразу думал, что ты далеко пойдешь. Хм. А зачем меня увольнять? Я же ценный кадр, ты же еще пожалеешь. Это не в моих правилах. Особенно прощать тех, кто сделал мне гадость. Ммм, так значит война. Отлично. Чао. Ну, что ты ржешь-то? Я тебе точно говорю. Ну, что ж, предлагаю тост за новую бизнес-леди. Ура, товарищи. Ура, товарищи. Ура. Не-не-не-не. Так, ну. Нет, Юля. Тебе нельзя. Слушай, ну тебе, конечно, повезло, так повезло. А мне одни лохи попадаются. Слушай, а ты этого Димка вообще любила? Вот пока ты такие вопросы будешь задавать, тебе всегда будут лохи попадаться. Обещаю. А по мне, Юлька, ты продешевела. Девочки, я сейчас вернусь. Могла бы и больше денег стрясти у старухи. Оксанка, ты просто завидуешь. Юля, что это? Квартира по-твоему? Такое ощущение, что ты сама в хоромах живешь. Вот будь я и на твоем месте, я бы точно в хоромах жила. Думай. Да? Угу. Галина Петровна, поехали, дорогая, поехали. Да-да. Поехали. Сегодня сорок дней по Димочке. Надо цветы на могилке освежить. Вам теперь надо держаться, у вас скоро внук будет. Да, внук. Только я им теперь и живу. Ты Димочку прости, если сможешь. Все хорошо. Я на работу скоро пойду. Что дома сидеть? Алло. Галина Петровна, здравствуйте. Это я. Юленька. Я пойду вас в машине подожду. Спасибо, что не забыла, какой сегодня день. Какой сегодня день? Среда. Сорок дней по Димочке. Дим, упомянули уже. Друзья вот приходили, тебя ждали. А сейчас мы с Верочкой на кладбище едем. А, да, конечно. Ну, вы идете или нет? Я же вам по этому поводу как раз и звоню. Ну, как же я могла прийти? Там же и Вера. Юленька, ну что ты такое говоришь? Галина Петровна, а приезжайте завтра ко мне в гости. Ну, посидим по-семейному, упомянем. Ну, мы же не чужие люди теперь, да? Да, конечно. Галина Петровна, я вас очень жду. Да. Хорошо. Я приеду. Здравствуйте. Галина Петровна, прошу. Ой, Юленька. Здравствуй, моя хорошая. Здравствуйте. Как я вам рада. Ой, еле дошла. Лифт у вас не работает. Да, это обычное дело. Дон да старый. Не представляю, как я буду на пятый этаж с детской коляской забираться. Да. Прошу? Спасибо. Ой. Ну, вот так я и живу. Хорошо у тебя. Скромненько, но очень-очень уютно. Спасибо. Ну да, если б не соседи, то жить можно. А что такое, беспокойные? Да, не то слово. У нас вон вообще самый криминогенный район. Ай. Сплошные вон алкоголики, хулиганы. Правда? Да. Я лишний раз из квартиры боюсь выйти. Они ж могут битой по голове, ножом пырнуть, ограбить, изнасиловать. Здесь это в порядке вещей, понимаете? Ужас. Как ты живешь? Ну а что мне делать? Да я-то ладно, а вот за ребенка страшно. Вот подрастет, пойдет на улицу погулять и думай, вернется или нет. О господи. Ну а что мы стоим? Пойдемте чай пить. Ну да. Да? Да. Пойдемте. Пойдем. Видите, у меня тут даже раковины на кухне нет. Приходится воду в ванной набирать. Хорошо, хотя бы вода сегодня есть. А что, отключают? Да постоянно. И воду, и отопление. Зимой очень холодно. Дети все болеют. Поголовно. А у многих и вовсе врожденные патологии. Какие патологии? От воды? От воздуха. У нас тут химкомбинат рядом. Так это же не воздух, это просто таблица Менделеева. Понимаете? Вот вы чувствуете? Нет. Я не чувствую. Не чувствую. Ветер в другую сторону сегодня, поэтому не пахнет. А в другие не просто не продохнуть. Понимаете? И поэтому дети рождаются больными. О боже. Конечно. А если мать дышит этой гадостью, то ребенку все передается. А как ты себя чувствуешь? Не очень. Почему? Врач в женской консультации беспокоится. Он сказал, что мне нужно сменить экологический фон. Подожди, что сменить? Экологический фон. Переехать не надо, в общем. Да, это верно. Верно, конечно, но другой квартиры у меня нет. Поэтому что сейчас об этом говорить? Пожалуйста. Галина Петровна? А, вы с сахаром, наверное, хотите? У меня просто нет сахара. Надо срочно что-то делать. Привет. Привет. Вот и я. Вера, скажи, а ты правда собралась заниматься делами фирмы, да? Почему бы и нет? Ну да, конечно, ты же здесь хозяйка, да? Здравствуйте. Да только, здрасте. Только я вот думаю, зачем тебе взваливать на себя все эти проблемы? Строительство же — это и не женское дело. Ну, во-первых, у меня высшее образование, во-вторых, ты же мне поможешь? Конечно, конечно. Пожалуйста. Угу. Ну, пожалуйста, проходи. Ай-яй, я тут расположился вот. А, ничего. Сейчас, сейчас. Ну что, вводи меня в курс дела? Подожди. Верочка, ты что, мне не доверяешь? Или ты думаешь, я здесь не справляюсь? Да нет, ну, Олег, дело не в этом. Ну, я не знаю, мне надо чем-то заняться, отвлечься. Не могу я больше сидеть дома. Я и раньше хотела выйти на работу, но из-за этих дел домашних, а теперь у меня масса свободного времени, я понимаю, что не сразу все получится, ничего страшного. Но, по крайней мере, не будет времени на все эти мысли, иначе я сойду с ума. Подожди, подожди, какие мысли? Тебя что, что-то беспокоит? Скажи, пожалуйста, вы же с Димой были друзьями? Ну, да. Может быть, я в чем-то виновата? Может быть, я что-то не так сделала? Вера, ну, что за глупости? Ну, что ты выдумываешь? Я просто пытаюсь понять, что я сделала не так. И не понимаю. Верочка, ну, это не твоя вина. Понимаешь, мужчины, некоторые, ну, устроены они так, что просто не ценят своего счастья. Но ведь не все такие. Есть и другие, которые умеют ценить. С чего начнем? Может быть, с текущих проектов? Да, да. Галина Петровна, я пришла. Можете поздравить меня с первым рабочим днем. Устала? У меня ужин готов. Я не хочу ужинать. Тогда, может, чайку? Я только что заварила. Заодно и поговорим. Нет, не хочу. А что вы читаете? Здорово, малыш. Ну, понятно, понятно. Ну что, о чем поговорим? Верочка, ты случайно не знаешь, сколько может стоить квартира? Небольшая, но в новом доме и с хорошим этим экологическим фоном. Ну, наверняка не дешево. А зачем вам? Я только что была у Юли. Ты не представляешь, в каких ужасных условиях она живет. Понятно. Похоже, мы ее недооценили. Нет, нет, Верочка, ты все неправильно поняла. Нет, я правильно поняла. Вы хотите купить ей квартиру? Да. Верочка, в ее положении оставаться там нельзя. Ты пойми, речь идет о здоровье моего внука. Что? Квартира? Слушай, мало ли что это Юля хочет. Я не понимаю, мы что, каждый каприз ее должны выполнять или как? Олег, нам придется выделить деньги на покупку квартиры. Для Галины Петровны внук сейчас это самое главное. Вера, 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 да это невозможно. Понимаешь ты или нет? Я вчера, я вчера тебе не сказал, просто не хотел расстраивать. Дело в том, что, в общем, Дмитрий набрал кредиты, теперь по многим из них капают проценты, причем немалые. Ясно. Так что первое, что мы должны сделать, это вести режим жесткой экономии. Я надеюсь, ты это понимаешь. Я понимаю, но что я Галине Петровне скажу? Не знаю. Вера Николаевна, подпишите, пожалуйста. Что подписать? Платежки для покупки машины и мебели для кабинета. Юлия Витальевна уже подписала. Я не понимаю, какая мебель и какая машина. Юлия Витальевна. Вот, вот тут. Здравствуйте, коллеги. Прости. Юлия Витальевна. А может быть тебе, Юлия Витальевна, луну с неба достать? Можно. А нет, ты говори, ты все что хочешь говори. Для нас же каждое слово твое закон, да, Верочка Николаевна? А почему ты мне тыкаешь? А? Запомни, кто я и кто ты. Извините, пожалуйста, что с платежками? Светлана Борисовна, идите, мы сами разберемся, мы все выясним. Ты… А че тут разбираться, а? Я че-то не понимаю, как я буду ездить на переговоры на старой машине? Никого не волнует, нет? Что про меня вообще партнеры подумают? Не интересно никому. На переговоры с партнерами езжу я либо Олег. И я не понимаю, зачем тебе кабинет? Нормально. У тебя есть кабинет, а у меня нет? Работничек. Вот, между прочим, между прочим, на минуточку, да? Я немножко больше понимаю в строительном бизнесе, чем какая-то домохозяйка, да? Так, а теперь послушай тех меня, Юлия Витальевна. У нас нет свободных денег. Мне даже пришлось… Я не смог поднять зарплату главному инженеру, хотя он этого заслуживает. Так что кое-кто должен поумерить свой аппетит. А может быть, в фирме нет денег, потому что кое-кто подворовывает, как вы считаете, нет? Вер, ну я думаю, ты понимаешь… Я вас прошу, пожалуйста, давайте все успокоимся. Юля, мы сейчас как раз обсуждали с Олегом покупку квартиры для тебя. Может быть, ты повременишь с кабинетом? Хорошо. Ладно, тогда повременю. Но, пока у меня нет собственного кабинета, я, наверное, пожалуй, все-таки поработаю здесь. Так. Я тебя прошу. Ручки уберите, пожалуйста. Спасибо большое. Пожалуйста, я не против. Ой, ребят, извините, вам негде будет уединяться. Мне так стыдно, ужас вообще просто. Прошу прощения. Что за бред? А что я не вижу, как он на тебя пялиться, что за бред? Олег! Олег! Алло! Работаю я. Что я делаю? Ты не представляешь, с кем мне приходится иметь дело Оксана. Это просто непрофессионализм процветает. Они хамят. Это хамло какое-то вообще. Сборище. Да меня от их вида тошнит больше, чем от токсикоза. Уроды. Олег. Ну ты видела, а? Олег, успокойся. Это ненадолго. Она скоро уйдет в декрет. И я прошу, прекратить с ней пререкаться. Да я не понимаю, почему ты ее защищаешь? Ну, в конце концов, она ждет ребенка. Ей нельзя нервничать. Все, я уехала на объект. Подожди, я с тобой. Я тебе покажу заодно все. Олег, ну давай ты сделаешь то, о чем мы договорились. Соймешься поисками квартиры для нее. Да я для этой стервы палец о палец не ударю. Ну я прошу, сделай это ради Галины Петровны. Ну ради меня. Ну хорошо. Я прошу. Ну все, я уехала. Все, я с завтрашнего дня на работу не выхожу. Ну послушайте, мы не можем остаться без главного инженера в разгар работы. А мне семью кормить надо. Да я вас не отпускаю. У нас работа горит. А я вам не крепостной. Так что до свидания. Ну подождите. Давайте еще раз все обсудим. Ну что тут обсуждать? Я предупреждал Олега Петровича. Он отказался поднять зарплату. У нас были затруднения. Временные, финансовые. А вот в другом месте мне пошли навстречу. В каком таком месте? У Толмачева. Между прочим, даже уговаривали. Наш конкурент. Ну да. Хорошо. Я тоже готова пойти вам навстречу. Хорошие были туфли. Да ладно. Сколько он вам предложил? Говорите. Да какая разница. Я уже подписал с ним контракт. Так что извините. Вау! Ну чё? Как тебе мое новое гнездо? Да, неплохая квартирка. Юль. Чё? А как тебе это удалось? Немного фантазии и дар убеждения. Учись. Старуха просто помешана на будущем внуке. Слушай, а давай-то отметим, а? Повеселимся, девочек позовем. Ага, повеселимся, девочек позовем. Мне в офис надо ехать. Они вообще без меня никуда. Юль, да ладно, забей ты. Тебе напрягаться нельзя. Ты ж в положении. Тебе побольше отдыхать надо. Чё, правда? Угу. Да. Я вообще очень устала. А мне сейчас нельзя напрягаться, да? Угу. Угу. Погодь, сейчас всё будет. Алло, Галина Петровна, здрасьте, это Юля. Юленька, здравствуй. Что-то случилось? Галина Петровна, не-не-не, ничего не случилось. Дело в том, что я не очень хорошо себя чувствую сегодня. И я хотела вас попросить, а вы не могли бы передать Бере, что мне никак не приехать сегодня в офис? Хорошо, я обязательно передам. Не беспокойся. Спасибо большое. Получилось. Наконец-то оторвемся. Угу. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Да, Верочка? Ну ты где? Я же говорила, нужна твоя подпись. Мы заключаем контракт. Срочно приезжай. Точно. Вероня, я уже в пути. Лечу. Жди меня, сейчас я буду. Вероня, я буду. Владимир Казимирович, может, кофе еще? Партнер задерживается, с минуты на минуту будет. Я предпочитаю иметь дело с людьми более обязательными. Боюсь, никакого договора у нас не будет. Владимир Казимирович! Извините. Мог бы дверь открыть беременной женщине? Да елки ж! А по сторонам смотреть никак? Извините. Курица. Добрый день, Юлия. Стоять! Ага, отнесите себе, пожалуйста. Ну, что подписывать? Давай быстрее только, пожалуйста. Уже ничего. А что ты в трубку орала? Приезжай, приезжай. Только что из-за тебя у нас сорвалась выгодная сделка. А я в женской консультации была, между прочим. Мне врач сказал, мне вообще двигаться нельзя. И на всякие переговоры там тоже нельзя мотаться. Сколько раз я тебя просила, подпиши доверенность, чтобы тебе не мотаться на всякие переговоры. Да ты что? А ты думаешь, я не знаю, чего ты добиваешься? Господи, о ребенке я забочусь. Угу. Да ты что? Ты меня хочешь от дела странить? Хочешь мне подпись решить? Да? Меня на ту напало. Я вам всем еще докажу, что я без вас вообще обойдусь. О, привет, здрасте. Светлана Борисовна. Здравствуйте. Привет, привет. Так… Стоп, это что такое? Это что за цифры? Откуда такие цифры? Я ж тебе сказал, как оформить и провести по ведомости задним числом. Что это? А если Вера Николаевна заметит? О, самодеятельностью решила заняться. Значит так, без моего ве… Во-первых, без моего ведома Верке ничего не показывать. А во-вторых, даже если покажешь, она все равно без меня в этих твоих бумажках ничего не поймет. Запомни это. Это раньше, она ничего не понимала. А сейчас она просит меня объяснить, откуда берутся эти странные цифры. Так ты переделай, как я сказал, и принеси мне. А я уж позабочусь, чтоб она не задавала глупых вопросов. Если бы не мои обстоятельства, я бы никогда не стала участвовать в этом. Обстоятельства у нее. У нас у всех обстоятельства. Добрый день, Олег Петрович. Здравствуй, Шенечка. Здравствуй. А вот, пожалуйста, последний проект, который мы закончили. Мы все понимаем, но вы должны понять, что речь идет о весьма серьезном и денежном проекте с нашей стороны. Конечно, разумеется. И поэтому очень тщательно выбираем подрядчика. У вас не плохие шансы, но не буду скрывать, у нас есть еще один очень серьезный претендент. А кто, если не секрет? А вы сейчас с ним познакомитесь. Мы, чтобы не терять времени, просто решили его пригласить на ланч. Вы не против? А вы, кстати, и он. А позвольте, вам... Добрый день. Здравствуйте. Здрасте. Мы уже знакомы. Да, мы знакомы. Приятного аппетита. Спасибо. Значит, сразу к делу. Выбирая подрядчика, мы обращаем внимание не только на качество работы, но и на профессионализм руководителя. Понимаете, что от этого очень многое зависит? В таком случае я опас. Я бы хотел, чтобы вы отдали предпочтение Вере Николаевне. Да, я признаю, что Вера Николаевна более сильный руководитель. Ведь только настоящий руководитель может эффективно построить работу компании в условиях нестабильности. Какой нестабильности? Вы о чем? По моим сведениям, Вера Николаевна, ваш компаньон Юлия Крылова за вашей спиной продает часть вашего общего бизнеса. Я бы в такой ситуации не брался за столь серьезный проект. Но поскольку Вера Николаевна здесь, то она готова выполнить данные и обязательства. Правда? Что за чушь? Откуда у вас такие сведения? Из источников, которым я доверяю. И мне очень приспорно, что вы не в курсе, что творится в вашей компании. Да, это интересно. Вера Николаевна, вы извините, но если компаньоны не доверяют друг другу, мы тем более не можем доверить вам свой проект. Все. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ну что, продолжим? Черт. Так. Что? Не заводится? Проблемы? Если у меня есть проблемы, то только из-за вас. Что вы смеетесь? Я не понимаю. Правда, что усадили меня в ложу? Я здесь ни при чем. Вы должны сказать спасибо своей компаньонше. Я без вас знаю, что мне делать. Да? Не похоже. Давайте-ка я вам помогу. Давайте. Давайте, давайте. Слушайте, я не нуждаюсь в вашей помощи. Держите. Так. Что вы делаете? Что вы делаете? Оставьте мою машину в покое. Да не сердитесь вы так. Это вам не к лицу. Я просто пытаюсь вам помочь, вот и все. Вы уже мне помогли. Добились своего, устранили соперника. Между прочим, заметьте, в честной борьбе. Ну да. Я ни разу не соврал, не передернул факты и предоставил объективную информацию этим жующим людям. Молодец. Поздравляю. Между прочим, все готово. Заметьте, я не просила вас помогать. И прекратить эти ваши смешки. Счастливо. Самодовольный индюк. Черт. Нет. Нет. Вот это, пожалуйста. Девушка, я сказала, вот это, а не это. Что, глухая, что ли? Я не понимаю. Пожалуйста. Угу. Спасибо. Да. Беру. Отличный выбор. Ага. Пожалуйста. К сожалению, не получается. Может быть, рассчитаетесь наличными? Еще раз попробуйте, пожалуйста. Снова отказ. А что у меня с пальцами? Извините, что я вмешиваюсь, но мне кажется, в вашем положении это не удивительно. Пальцы отекли, малыш родится и все пройдет. Вот вам какое дело до моего положения? Держите. Да, алло. Алло, Юля. Мне надо срочно с тобой поговорить. Слышишь? Срочно. Что ты говоришь, Верочка? Ага. Слушай, какое совпадение. Мне тоже очень нужно с тобой кочем поговорить. То есть, из-за этой дуры мы пролетели мимо контракта, так? А самое главное, знаешь, от кого я это узнала? Угу. От Толмачева. Класс. Слушай, что будет, если она действительно продаст свою долю, а? О! Мне просто любопытно было бы узнать, почему на моей карточке нет денег. А потому что мы установили лимит на твои расходы. Спасибо. Садись. Нам надо с тобой поговорить. Я с тобой разговаривать не собираюсь. Юля, сядь, пожалуйста. Скажи мне, ты что, правда собираешься продать свою долю? А что, я права не имею? Ты уже нашла покупателя? Я пока не нашла, но у меня есть очень много интересных предложений. Ты понимаешь, что если ты сейчас выведешь свою долю из активов, то мы вообще не закончим даже те проекты, которые начали? Значит, вы без меня пропадете, да? Нет, не пропадем. Но без тебя нам будет сложно. А вот ты пропадешь. Без вас? Да вы же меня ненавидите. Зачем ты? Я поэтому решила свою долю продавать. Потому что, чтобы рожи ваши больше никогда не видеть. Так, послушай, решать, конечно, тебе. Но вот где ты еще найдешь такую дуру, которая будет все тянуть на себе? Прости, Вер. Юля, ты же потратишь деньги в два счета. На что ты жить собираешься? А у меня сейчас денег тоже нет. Я кроватку пошла детскую купить, а у меня на карточке нет денег. Может быть, потому что ты слишком много тратишь? Да, знаешь ли, я очень много денег трачу. Потому что все эти пеленки и распашонки очень много денег стоят. Так успокойся и возьми. Я с собой не разговариваю. Что? Вообще, ты почему из себя самую главную строишь? Я не понимаю. Дима меня любил, а не тебя. Это я ему ребенка рожаю. А ты вообще никто. Ясно тебе или нет? Ну, тише, тише, тише. Слушай, может, она передумает, в конце концов? Ну, не идиотка же она. Ай! 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 Что? Дыши! Дыши! Что? Вы что, вы пялились? Мне больно, мама! Господи, она рожает. Она рожает. Надо срочно скорую помощь. Срочно. Дыши. Ай! Не надо скорую. Я быстрее довезу. Хорошо. Все-все-все-все. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Дыши, моя хорошая, дыши. Ай! Тихо-тихо. Спокойно, а? Дыши. Сейчас. Сейчас. Потерпи, пожалуйста. Ты быстрее можешь? Немного осталось. Пожалуйста, потерпи. Да я не могу терпеть, мне больно. Да. Скоро приедем. Пожалуйста, быстрее, пожалуйста. Да, Галина Петровна. Уже рожает, прямо сейчас. И не надо ехать. Я сама за всем прослежу. И таблетку не забудьте, ладно? Ага. Да. Да. Да что ж так долго. У вас курить не найдется? У меня там жена. Второго рожаем. Рада за вас. А у вас кто? Любовница мужа. Ага. То есть, как любовница мужа. Папаша, поздравляю, мальчик у вас три двести. Мы девочку ждем. Значит, мальчик у вас. Поздравляю, три двести. Спасибо. Ну сколько времени уже ждать нужно, а? Что я так не выпускаю? А, Юлька! Девки, привет! Юлечка! Посмотри, вы совсем не поправилась. Молодец какая. Показывай давай, показывай. О, ну это надо отметить. Смотрите, какой улетчик. Юлечка подруга. Привет. Какой хороший. Ну-ка, малыш, дай бабушка на тебя посмотрит. Юлька. Спасибо. Просто ангел. А как мы его назовем? Слушайте, ну не знаю, это что-нибудь современное, там, Рудольф. О, да, да. А что если в честь отца Дмитрий? Митенька, мой маленький. Что-то как-то не модно. Митенька, мой маленький. Митенька, мой маленький. Давайте будет Митенька. Спасибо, ты не представляешь, как я тебе благодарна. Ну что, поехали? Поехали, поехали. Машина за углом. Да, поехали. Девки, там такой доктор вообще. Я кричала. А он мне болит. Не кричи, девочка. А я не могу, мне же больно. И тут он взял назад. Поразительно. Как малыш похож на Диму. Смотри. Угу. Да, Юленька просила передать, что она не будет продавать свою долю. Говорит ей не до этого. Хорошо. Ну просто одно лицо. Копия. И такой же крикливый, как Дима. Ой, Юленька, говорит, измучилась с ним. Верочка, ты прости, я ведь понимаю, что тебе нет до этого дела. Да нет, я просто хотела бумаги разобрать. А ты не против? Если эти серёжки, ну помнишь, от которых ты отказалась, я Юленьке подарю. Нет, конечно. Дарите кому хотите, это ваше право. Ты уж прости меня, я ведь так долго мечтала о внуке. Соловей, чистый соловей. Ты удаё с Богом, Собоишься, дау. Алло. Верочка, здравствуй, это я. Олег, что-то срочное? Да нет, нет, я просто хотел с тобой обсудить один рабочий момент. Стоп. А ты что, плакала? Да нет, с чего ты взял? Да просто по голосу услышал. Все нормально. Вера, я не глухой, а ты не умеешь врать. Ну-ка, рассказывай, что случилось. Да так ерунда, просто тоскливо стало. Знаешь что, я сейчас за тобой заеду, и мы куда-нибудь сходим. Я не хочу, вообще не надо. Вера, просто посидим, поговорим. Ну я же слышу, ты сама не своя. Так, не спорь. Ладно, заезжай. Эй! Ну что с тобой? Да, я не знаю, я не знаю, как мне жить дальше. Везде чувствую себя какой-то лишней, чужой. Вера, ну, а как ты хотела? Ты же сама в этом виновата. Понимаешь, после всех этих событий ты изначально неправильно устроила свою жизнь. Ну, посмотри на себя. Ты живешь с бывшей свекровью? Я не могла бросить старую больную женщину. Да, 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 конечно. И ты вкалываешь не только за себя, но и за любовницу мужа. Это же нонсенс, Вера. И я не удивлюсь, если она еще сыночка тебе своего подкинет. А помни мое слово, подкинет. Нет, нет, этого точно не будет. Я даже говорить о нем не могу сразу. Хочется расплакаться. Я так хотела родить своего ребенка. Даже во сне его видела. Вера, так ты ж достойна. И ребенка. И семьи своей достойна. И своего дома, где ты будешь хозяйкой. Нужно просто этого захотеть. Я хочу. Тогда выходи за меня замуж. Вера, ну ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Вера, ну ты же знаешь, как я видел. И что я не знаю, как я случилась с тобой. Но, как я скажу. Мне не temп Bible. Наши члены. Нас как и ты мне. Как и ты сказала, вот не из-за этого. Вы не понимаете. Вера, ну и у меня с тобой. Я не знаю, что, ты не знаешь, да? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...